Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли народный артист России, народный артист Украины, художественный руководитель театра Роман Виктюк. Роман Григорьевич, добрый вечер! Добрый вечер! Роман Григорьевич, для которого любовь во всех ее проявлениях всегда в главной роли. Поэтому в вашем театре премьера «Маскарад Маркиза де Сада». Вопрос. Да. Чем этот персонаж, много раз заклеменный, чьё имя стало синонимом перверсии, привлек вас сегодня? Скажу. Вы знаете, я думаю, что есть темы, которые не могут постоянно не волновать. Это тема творец и власть. В чём сила власти и в чём сила искусства? Если они на равных, если искусство диктует, если искусство ведёт главную роль, а не подспудную, не подголосок, не вторую тему, главную тему. И власть тоже им силой своих утверждений на той же высоте, на том же градусе, что и искусство. Такое было как бы в истории не столь часто. Например, Бах проезжал в Потсдаме мимо королевского дворца. Королю сказали, что едет Бах. Он быстро сказал, немедленно готовить всё для приёма гения. Его встречают. И он без «здравствуйте», «добрый вечер», «доброй ночи», это было к ночи. Он говорит, я вам сейчас дам тему, я прошу сыграть вот инструмент, мы только что сегодня его привезли, сыграйте фуги, три темы на мою одну тему. Он сыграл. Тогда король говорит, стоп, а теперь я прошу сыграть Ричард Карр на шесть голосов, эту же тему. Бах сел через паузу и сказал, эта тема не может быть мной сыграна в шестиголосном Ричард Карре. Извинился и уехал в Лейпциг. Через какое-то время он, наконец, вот то задание высочайшее, которое, значит, дал ему король, реализовал. И отправил ему подношение, ноты, в этом Ричард Карре на шесть голосов. Да? Можете ли вы себе представить, что... Правда, вот Екатерина II могла писать письма... Вольтеру. Вольтеру, Дидро. Конечно. Людвиг Баварский мог общаться с Вагнером. Но можем мы себе сегодня представить, что Брежнев пишет письмо Хайдегеру? Нет. Мы даже не можем себе представить, что Брежнев отвечал на письмо Солженицына. Это невозможно. Нет, не отвечал. Да. Нет, не отвечал. И, думаю, даже не прочитал пяти строчек того произведения, которое он осуждал. И знал, что оно плохое, поверьте. Я в этом даже не сомневаюсь. А если ему начитали, это прошло мимо, потому что он знал агрессивное отношение к этому. Власти выше. Но, понимаете, в это же время, что самое интересное, что при советской власти было, может быть, единственное в наше время единение силы искусства и силы власти. Это вот эти дома, как они называются, высокие, высотные эти здания. Сталинские высотки. И параллельно было это искусство единения, и параллельно был Солженицын, который воставал против всего этого. Но это параллельно существовало. Это не принимало друг друга, но, оказалось, прошло время, и то, что не признавалось, стало нормой, стало высоким. Так вот, эта тема не может не волновать, потому что, вы знаете, вот той встречи, что радует и, наоборот, грустит, заставляет. То есть, король и бах. От той встречи остается талакмусовая бумага. Она может быть очень глянцевой, красивой, невероятной. А то произведение, которое он, значит, посвятил королю – шоколадка. Так вот, мы сегодня не имеем шоколадок. Мы сегодня имеем только ту бумагу, которая обворачивает, красивая бумага. И мы врём, что там даже есть запах шоколада. Его там даже нет. Время упаковок. Время красиво упаковок. Правильно, совершенно, вы правильно говорите. Когда повеяло холодом рыночных отношений. Главное не то, что в середине, а та обёртка, которая важнее, нежели то существо, которое там есть. Тот или спектакль, или музыкальные произведения, или всё, что угодно. Ох, вы сейчас, Роман Григорьевич, на себя навлекаете такое количество стрел. Если вы взглянете на свою афишу, вы увидите маленькие супружеские преступления. Это, простите, великое. Я знаю, это запольское, да. Замечательно. Понимаете, извините. Но мы говорим про упаковку. Но тут упаковку. Шмидт последняя. Это великий. Конечно. А тут, простите, Булгаков. Да. А тут же Ускаруальд Соломея. Не всегда, значит, бывает. Ускаруальд Соломея, правда? Конечно. Но, можно быстро сейчас сказать. Понимаете, если в допетровское время религия была в основе того, что она определяла смысл жизни. Пётр решил, что должна быть литература. И тогда литература централизованная, литература централизация, она занимает главное место, потому что литература впрямую разговаривает с обществом, даёт идею, прямую – это и в живописи, и в музыке. И только реалистический ход был главным и определяющим систему при этом литература центризма. Литература центризма потихоньку уходит, и приходит шоу-центризм. Когда на том месте, где должен быть поэт, там поэта вообще нет, и трагедия в том, что он вообще не нужен. А кто есть? Шоумен? А на этом месте, простите, хуже – парикмахер, модельер и шоумен. Потому что расчёт – самое главное. Так вот, искусство, которое это понимает, и только этим может себя оправдать, это не значит, что литература, которая на рынке продаётся, мы же не говорим, что она исчезает, её печатают, пишут, но на рынок выносят, и там на рынке есть та или иная, значит, успешная книжка. Правда? Но то, что шоу-центризм, он во главе, и он диктует совершенно другие… И вы это не принимая, всё-таки поднимаете на щит. Но! Иногда, я вам объясню. Знаете, вот как вы думаете, отчего всё-таки так рано погиб очень образованный Людвиг Баварский, тот, который был верен Вагнеру и построил самое лучшее здание. Он был, будучи сумасшедшим. Да, будучи сумасшедшим его, да, но умер-то он не от этого, а, по-видимому, он умер от этого, что он был воспитан в той воле к возвышенному через Вагнера. В это время появляется оперетта. Легар Штраус появляется, как он считал, то, что гибельна для музыки, для искусства увеселительная, веселящая мелодия. Вот мелодия, которая убивала сущность музыки, он это пережить не мог. Потом Шонберг, это уже, простите меня, ближе к нам, это уже начало века, правда? Он сказал, публика уничтожает искусство, потому что она требует того подножного хохота. Именно поэтому вы говорите, наученные этим горьким опытом, что ваш зритель – это эмоциональное меньшинство. Это меньшинство на планете. Вы правы сто процентов, понимаете? И когда Андрей Максимов, вот мы с ним увиделись, и он выходил из церкви, я входил в церковь, и я говорю, Андрюша, а что вы? Он говорит, это моя церковь, это в Брюсовом переулке. И мы разошлись. Я ему вслед кричу, Андрюша, последнюю пьесу, пришлите мне. Он говорит, да, есть. И вот он прислал маскарад Маркиза де Сада. Тема та же. Власть, полиция, которая пытается так подстроиться под Маркиза де Сада, даже он умел писать, как Маркиз де Сад, все привычки, все знания, то, что придумано, все сексуальные, все эти вывертые, это массовка, групповка, все это начальник полиции, сам писал. Когда Маркиз де Сад это читал, ему приносили, он кричал, ревел и плакал, это не я, это неправда. Но было поздно, он был в сумасшедшем доме. Ну, или в тюрьме. Да. Но по 16-17 лет. Значит, 120 дней со дома это все написал? Я не утверждаю, что все написал, но это... Нет, но это наш художественный вымысел. Совершенно верно. В театре Романа Виктюка. Вот если бы и я себе представил, а это действительно правда, что он в этом сумасшедшем доме разрисовал стены, ложи, ложи и сидящая в них публика. Та публика, которую он знал, которая его ненавидела. Та публика, которая любила только Скабрёзная. И он перед ней разыгрывал те свои моменты сюжетные, которые для него были важны. Самое главное – его крик, тревога, одиночество. Ну и в роли Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, любимый артист театра, господин Бозин. Не только театр, а просто он один из лучших. Потому что в нём есть то соединение, которое редкое качество. В нём есть то музыкальное соединение, драматическое. Он владеет телом и владеет словом. В нём есть мистическая структура. Это почти... А в русском театре это было самое главное. Без этого русский театр существовать не мог. Не та материальная основа, а есть сцена. А русский артист всегда играл на 10-15 сантиметров, отрываясь от пола. Он всегда был в воздухе. Галина Сергеевна Уланова. Все, кто после неё... Я видел столько артисток в Жизели. Ни одна. Вот она выходила. Никто не владел тем непонятным совершенно существованием над материальной структурой. Нежинский делал прыжок в это окно. Расшифровывали. Как он зависал в воздухе. Да он до этого был в воздухе. И у Дмитрия Бозина тоже есть такое, что память даже не разгадана. Вы знаете, самое грандиозное, что и не надо разгадывать. Конечно. Вот если только будет попытка моя что-либо из этой тайны разгадать, исчезнет моментально. К тайне нужно приближаться. И никогда не открывать. Я посмотрел гастрольный график, в том числе и ваш. Есть творческие вечера. Романа Виктюка. Вот там все пытаются разгадать ваши тайны. И задают соответствующий вопрос. Один самый нелюбимый и самый неожиданный из последних. Самый нелюбимый. Спрашиваю. Как вы выжили при советской власти? Это самый глупый, который только может быть, вопрос. А самый неожиданный? Самый неожиданный вопрос. Вам что, действительно 19 лет? Я говорю, да. Потому что творцу не может не быть 19. Он все начинает сначала. А если он что-то знает, постиг тайну, как вы говорите, и он эту тайну пытается кому-то передать? Нет. Ты ничего не знаешь. Все первый раз. Первое волнение. Ужасный вопрос. Замечательно. Они вам прибавляют возраста. Конечно. Ужасно. Какие 19? Спасибо вам большое с премьерой. Сегодня в главной роли Роман Виктюк. И мы говорили о премьере в театре Романа Виктюка. Низкий поклон за то, что провели время в нашей компании. Роман Виктюк. Второй раз. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова